здравствуйте друзья с вами снова валерий и как и обещал в общем не удержался и подвесил всю ветроголовку для балансировки в динамическом режиме и здесь у меня как бы более менее место защищенное от ветра поэтому попробуем провести тест и что с этого получилось кому интересно смотрим поехали после предыдущего видео не знаю кому как у меня вот головы не выходит ну как же так когда мы имеем ось и имеем точку опоры и зависимости от угла меняется вес по всей логике но такого не должно быть я снова возвратился к этому вопросу в этот раз я решил проделать тут же операцию но на механических старых стрелочных весах и так та же ступица закреплена на оси закреплена жестко чтобы она не вращалась относительно стойки лопасть закреплена на три болта но жестко лопасть относительно маха может поворачиваться на 360 градусов но стоит лишь разница что в предыдущем видео я использовал вот такие веса погрешность этих весов ну насколько нам утверждают китайцы один грамм вот видим погрешность вот таких вот весов вот как видим цена деления 5 грамм ну то есть я так полагаю что вот в пределах пяти грамм наверное и погрешность этих весов добрал гирьки таким образом чтобы показания были вот в пределах ну средней части этих весов и смотрим что с этого получилось однозначно вес будет изменяться в зависимости от точки опоры то есть ежели вот эту вот точку опоры измерения мы передвинем вот сюда то вес вот здесь будет уменьшаться ежели мы ее будем передвигать ближе к центру то вес на на весах будет увеличиваться ну вот к примеру скотч передвигаем к началу сюда вот тарелки так то есть мы вот сместили буквально вот на 10 сантиметров сейчас вот леса успокоятся потому что компенсатора здесь уже нет ну и вот смотрим 700 грамм показывает так теперь точку опоры вот эту вот мы перемещаем вот сюда ну сколько можно на кончик так чтобы там не мешало ну вот сейчас веса успокоится вот то есть видим 550 грамм то есть это все естественно это все понятно теперь вот ставим скотч по центру вот здесь вот чтобы не было каких-то там перекосов либо чего-то там ну вот и оставляем вот так вот лопасть вот уравновесилось ну вот видим 600 грамм ну давайте так вот более точно 602 примерно так вот так теперь чтобы делаем эту лопасть и ложим плашмя так вот видим эту же лопасть я положил выпухлой стороной плашмя на вот эту на вот этот скотч смотрим на показания вот все те же 602 грамма разворачиваем еще вот так вот и здесь скорее всего мы просто изменили вот это расстояние потому что когда мы провернули лопасть вот видим она это она вот лежала вот плашмя туда а теперь она лежит вот так вот поэтому и меняется как бы вес вот видим мы вот так вот развернули поэтому вес лопастей изменяется как бы в меньшую сторону для этого изначально нужно установить угол чтобы все лопасти был были в одном угле и обязательно мерять строго на одном расстоянии и вот тогда как видим вес тишина не надо ветра нету мы здесь скотом ну и соответственно спасом куда без них установили ветроголовку в общем закрепил ее на вот такой вот трубе подварился и не удержался все-таки решил проверить винт и в динамической балансировки ну и поскольку вин будет балансироваться в динамическом режиме решил собрать полностью ветроголовку как она будет стоять на ветрогенераторе для этого валу нарезала резьбу под шпильку которая удерживает возвратную пружину собрал всю конструкцию как она есть сейчас надену сюда кокель прикручу лопасти и попробуем что с этого вышло так вот эта конструкция выглядит вблизи ну вот подвесил я всю конструкцию все лопасти в углах так вот это все выглядит сейчас попробую прокрутить ух какое оно все массивное камера этого не передает вот такой вот будет угол потому что изначально здесь планировалось лопасть 5 метров в диаметре ну покуда что финансы на такие лопасти у меня нет поэтому будут 4 метра в диаметре вот видно красиво крутку на этих лопастях так зачем что я могу сказать ребята вот балансировка весовая вполне себя оправдывает появился небольшой разбаланс когда повесил вот этот кокель потому что даже вот на саму ступицу я без лопастей подвесил кокель и увидел что первая лопасть по моему первая но первый мах вернее он начинает смещаться но тем не менее даже вот ежели ничего не делать то вполне вот как видим неплохо все вращается в данный момент я сейчас найду которая лопасть самая легкая и добавлю в нее немного полиэфира потому что здесь есть немножко разбаланс ну буквально там небольшой разбаланс потому то есть если даже я ничего не сделаю то есть все будет как бы нормально можно еще поиграться немного кокелем переставить его тоже как вариант при более дотошном взвешивании на механических весах я видел что одна лопасть примерно грамм на 20 тяжелее двух остальных но я не стал тогда ничего добавлять в эти лопасти решил что раз я буду эти лопасти проверять и в динамическом режиме вот тогда и скорректирую баланс этих лопастей это и все так же же получилось в общем 2 в 2 противоположных лопасти я добавил по 12 грамм результат вполне меня порадовал все отлично работает но в данный момент поднялся ветер то есть покуда застывала полиэфирка в лопастях поднялся ветер вот я лопасть застопорил столиком потому что даже малейший бризг раскручивал эти лопасти понятно что я попробую сейчас прибрать этот столик и посмотреть что как и вращается вот видим шершень работает кстати скорее всего будет еще один ролик по вот этим новым лопастям которые ставят на шершни и думаю что ролик вас заинтересует убираю я этот столик и пробуем посмотреть как он раскручивается главное главное вовремя остановить что поехали есть движение по листью винограда видно что здесь ветер и большой но тем не менее это вот чуток порыв какой-то стрёмно однако в итоге покуда останавливался цепил видеокамеру это видеокамера с высоты столика в который раз упала ну как бы сказать благополучно это это не совсем благополучно потому что при одном из падений отбился отбилось крепление аккумулятора теперь приходится все это как бы пальцем поддерживать этот аккумулятор но тем не менее все работает даже в этот раз я уж думал кирдек ей но тем не менее как видим съемка продолжается все работает лопасть застопорил сейчас наверное еще попробую как-то и более застопорить и и и как-то надо все это конструкцию разбирать вес вот этого всего более 40 килограмм в общем стащить я его туда стащил как его туда назад ну в общем придется попах попыхтеть не знаю подвернется ли еще такой случай заснять принцип работы вот этого в рша в общем данный момент снял лопасти снял кокель и перед нами открывается полностью вся картина со всем механизмом данные в рша это было как бы наша обоюдная и с сергеем ветровым но в данном случае эта конструкция это как бы чисто конструкция сергея ветра поэтому я ее как бы не показывал в общем как это все работает под действием цитробежной силы лопасть пытается выехать на больший радиус соответственно эта лопасть выезжает и увлекает через стяжку вот этот диск а этот диск вот как видим он по косому вот такому уклончику на подшипниках пытается выезжать тем самым сдавливать пружину но когда это все выезжается и поскольку диск проворачивается и смещается соответственно происходит и проворот лопастей все три лопасти завязаны на этот диск поэтому все три лопасти выезжает одинаково то есть происходит синхронизация выезда то есть ежели даже какая-то одна лопасть начнет там как-то раньше выезжать она все равно увлекать за собой остальные две конструкция теоретически теоретически очень простая практически без задавления много токарных работ подгонки то есть я бы не сказал что она простая насколько это все будет эффективно работать посмотрим уже в самом процессе на самом витрогенераторе на этом все всем побольше позитива хороших идей отличных конструкций до новых видео друзья реально вот здесь переживал труба далеко не с первой свежести ржавая толщина стенки изначально было 4 миллиметра сколько там осталось непонятно ну во всяком случае все выдержала ну конечно честно говоря ходить здесь было стрёмно